добрый день друзья вы на канале отдых с нами дальние страны сегодня мы поговорим про четвертый город в россии екатеринбург столица урала ну екатеринбург история города с 14 октября 1924 года по 23 сентября 1991 года назывался город сверловск но так-то город основан в 1723 году ну сверлов прежнее название было вот в эти года 4 по численности населения город в россии административный центр уральского федерального округа и сверловской области образует муниципальное образование город екатеринбург со статусом городского округа крупнейший экономический административно-культурный научно-образовательный центр урала ну вот мы сейчас находимся на набережной города река и сеть очень красиво да вид на все ближайшие достопримечательности небоскреб высоцкий ельцин центр динамо и много-много очень красивых мест видно с набережной ну как бы стать городской пруд сейчас захватит покажем вам и ельцин центр храм на крови дом себастьяна очень красивый уральский федеральный институт университет ну вот это все такие значимые достопримечательности и катеринбурга президентский центр ельцина или ельцин центр общественный культурный образовательный центр открытый в екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноименного фонда рядом с кварталом екатеринбург-сити назван в честь первого президента россии ельцина бориса николаевича спроектирован архитектором бюро берна скони во главе с борисом берна скони ну очень красивое такое значимое место одним из основных объектов центра является музей бориса ельцина посвященный современной поэтической истории россии и личности ельцина также центре функционируют галерея киноконференц-зал книжный магазин кафе архив библиотека парк научных развлечений каверкоген и прочие организации на площадке центра регулярно проводятся лекции концерты и выставки фестивалей и различные общественные мероприятия в кинозале работают центр документального кино дальше перемещаемся на площадь 1905 года центральной площади екатеринбурга столица урала еще в самые ранние годы города здесь обозначались площадь где стояла деревянная церковь и проходили торжественные богослужения нынешний ансамбль этого места сложился только к 1930 году когда был снесен богоявленский собор и в одно пространство объединились две соседние дореволюционные площади кафедральная и главная торговая доминант на площадь 1905 года здание администрации в основе которого лежит перестроенный дореволюционный гостиный двор интересные другие старинные особняки управляющие площадь дома купцов коробковых здания гимназии особняк тупиковых изюминка площади покрытое покрытие брусчаткой но здесь и пассаж и много-много всяких достопримечательностей арбат это улица вайнера и там дальше по арбату идешь и можно опереться гринвич и торговый комплекс очень красивый тоже достопримечательность екатеринбурга ну кто был побывал в екатеринбурге в этом городе конечно уже все достопримечательностей одно из достопримечательностей екатеринбурга это екатеринбургский метрополитен да так и 27 апреля 1991 года но после москвы и санкт-петербурга нижнего новгорода казани новосибирска ну где-то еще не знаю в красноярске вроде открыто метро это транспорт до самой удобной для горожан ну дальше мы отправляемся в небоскреб на небоскреб высоцкий на смотровую площадку тут и музей высоцкого можно посетить и тоже интересное такое место все вещи высоцкого также подняться на небоскреб высоцкий увидите весь город как на ладони очень красиво такое место такая локация как бы ну открытая смотровая площадка расположена в бизнес-центре высоцкий на небоскребе на 52 этаже на высоте 186 метров отсюда взору открывается поистине фантастический вид панорама екатеринбурга простирается вдаль на 25 километров теперь икатеринбург и гости города смогут открыть для себя екатеринбург по-новому увидеть его весь как на ладони цен красоту и величие все посетители смотровой площадки могут ближе познакомиться с городом прослушав увлекательную аудио экскурсию которая раскрывается интересные факты из истории города памятников зданий парков и других знаков мест каждом крупном городе мира высотки культурное место и екатеринбург не исключение со смотровой площадки небоскреба можно непривычный ракурс увидите архитектурный ансамбль исторические застройки екатеринбургские магистрали и купола храмов ну ни одной из открытки фотографий нет такого закладчивая вида который открывается из окон высотского рваж со земли поднявшись на сует той земной жизни насладиться видами города 3 столицы россии город номер один для тех кто его строит создает и любит всем сердцем но четвертый город я как бы сказал столица урала 4 город россии 1 у нас москва столица северная венеция санкт-петербург третья столица сибири новосибирск 4 город столица урала это нас екатеринбург ну смотровая площадка личное место для романтических событий свадьбы предложение руки и сердца признание ну сейчас на смотровой площадке еще и говорят бассейн открылся тоже открытый бассейн очень красивое место в летнее время особенно его посетить насладиться тоже и покупаться и такой взор очень открывается красивый в этом году празднование города было три столетия города 19 августа очень такое значимое для горожан события много артистов приезжала побывала на торжестве очень красивый салют был мог на акватории реки и сети акваботы и представление было и также проводились спортивные мероприятия легкоатлетические другие очень красиво было подсвеченные улицы также здание в 3d формате такая проекция была очень красивая ну исторические места там как бы и город будущего катеринбург была представлена композиции там миниатюре ну и много-много очень красиво тоже современных таких фишек сделан но очень красивая тоже выставка в центре города на площади была миниатюре и катеринбург и катеринбург и сверловская область ну также капсулу доставали 50 лет назад которую поместили но не скрывали в это время это должны скрывать скрытие фонтанов было очень много и красивое вечернее время тоже в 3d проекции улица вайнеров там сделаны вверху там как бы крыша такая тоже красивая и 3d проекция очень такая в 3d формате это администрация города тоже красиво там саму-то здание было спроектирована тоже красивая там все уже посвечены эти фигурки все были там красиво там находилась салют был офигенный даже такие много залпов современные долго ждали дискотеку аварию пока на выступ приедет потом только начнется салют до этого было лазерное шоу и салют начиналась и на как бы на воде тоже салюты залпы были с другой стороны с другого берега с правого берега ну очень красиво такой салют офигенные конечно в маленьких городах такого салюта нету больших города как бы к этому подходит более лучше в улучшенном виде так ну все-таки 300 лет города екатерибурга такое значимое действие для всех горожан и также для россии ну давайте поговорим про храм на крови екатерибурге пол названия храм памятник на крови во имя всех святых земле российских просиявших православный храм в екатерибурге построен на месте дома ипать его в которых содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император николай второй его семья четверо слуг построенные в 2000 2000 2003 годах он стал главной туристической достопримечательностью екатеринбурга также главным центром памяти святого николая второго его семьи привлекающий православных паломников не только из россии но и со всего мира пикил купольный храм выполнены в русско-византийском стиле является двухуровневым верхний храм бои во имя всех святых в земле российской просиявшихся высокие с множественным окон с уникальным белого раморным иконостасом нижний храм в честь новомучеников и исповедников церкви русской по контрасту спланирован полумрачным и низким сводами но именно здесь находится крипто символически возведящее расстрелянную комнату которая погиб бывший царь с супругой пятью детьми и четырьмя приближенные в храмовой комплекс входят также отдельно стоящий здание патриархаршего предводе включая в себе музей святого царства царской семьи костерный зал царской рай и личные покои патриарха и прочие помещения гуляешь по городу много очень храмов церквей в екатеринбурге красивым с такой историческим стиль такой тоже когда ходишь смотришь тоже много достопримечательностей ну вот подходим к еще одна достопримечательность и гор построена в 1723 году с образованием руда обжавший водой екатеринбургский завод с основанием города последствии плотина многократно перестраивалась среди местных жителей за плотины и прилегающие рито исторического сквера закрепилась название плотинка является традиционным местом массовых народных гуляний праздников плотинка это плотина в городского пруда на реке сеть сердце современного екатеринбурга центральная площадь для проведения всех городских праздников и гуляний как я вам говорил как она появилась в чем интересная история старейшего сооружения но очень красивая тут же проводились и праздновать день 300-летие города уникальное инженерное сооружение которого жители ласково называют плотинка построен на самой длинной уральской реке протекает на по территории трех областей курганской тюменской сверловской реку назвали сетью что с переводе с финского означает богатой рыбой это имеет до в могучие жители восточного склона северного урала река и сеть главная водная артерия для столицы урала-катеринбурга дата основания города считается ноябрь 1723 года ну праздную в принципе праздновать в августе почему-то сделано все праздники дни города с мая по сентябрь чтобы люди отдыхали и наслаждались красотой и отдыха и мероприятие проводить с концертная массовое мероприятие чтобы все концерты проводились такое теплое время вот опять приказа построить строить в долине реки сети как бы история плотинки и железа железо де деятельный завод для успешной работы которого требовалось возвести плотину строительстве принял деятельное участие российский военный инженер де генин строительство началось весной 1723 года одновременно стал возводить крепость защищавшую будущий завод от набега башкир на тех земли он и строился ну плотина представляет насыпь малой протяженностью но значительно ширины именно с этого места стартовало строительство всего города для строительства использовались редкие породы уральской лиственницы не боящей влаги и гранит строили на века в это убедились прокладчики пешеходного перехода приложена в 1998 года к 275-летию основания города все конструкции плотины прослужившие без малого 300 лет оказались отличном состоянии со изведения плотины образовался пруд названный городским сама же она стала местом соединения пруд и пруда реки теперь полину выполняет только декоративная функция ну постепенно внешний вид плотинки преобразился строение моментально для строительства использованы грубо обтесанный камень но это не помешало сооружению ограничено вписаться в городской ландшафт первоначальная длина плотина была 209 метров при ширине 4 2 метра и высотой 6 с половиной современные расширили и обустроили сверху с высоты постаменно смотрят на плотинку основателей города татищев и дегенин подпорную стенку покрыли барельефами по краям разместили скульптуру ставшую символом мастерства уральских умельцев средних и бюст автора уральских сказок божова ну вот в 1998 году плотину укрепляли железобетонным перекрытием часть приблизился в площадь ну такое красивое местное значение возле моста через сеть установлен огромный камень родонит он придавил придавил раскрутившие свита в котором указана дата закладки городского исторического сквера разбитого на месте бывшего здесь жили за деятельного завода история живая с 1973 года в 200-пестилетию юбилея сверловского так называется и катербу в то время на территории бывшего завода создана музей на манеральный компас исторический сквер он включает себя памятники завода и располагавшие в историческом центре города в сохранивших заводских помещениях музей архитектуры и дизайна в качестве экспонатов представить станки 17-18 веков несколько пару машин и но ты ну отдельно можно полюбоваться горными породами из которых добывали железную руду интересно узнать об истории кузнечного мастерства лично приняв участие в изготовлении монет получив мастер касс прямо в музее здесь же можно осмотреть водонапорную башню три столетия давности при возведении использовали гранит и деревянные брусья сооружений скрылись до наших дней в том виде в котором были спроектированы картинная галерея поражает разнообразием и богатством произведения искусств местных художников и мастеров платинка в современной жизни катербурга это городского пруда излюбленное место для прогулок местных жителей к этим курсу любят это место за его момент монументальность и спокойствие и неподвладность времени каждый задыхающий может себе занятие по душе кто-то катается на лошадях или лодках другие сидят в кафе и наслаждаются живой музыкой 3 прогуляться или пьют кофе который можно купить уже этом здесь можно прокатиться на катамаранах прикормить уток зимой просто погуляться по льду сократив путь при переходе на другой берег реки ну не подальгой оплате на целый ряд достопримечательность театр драмы музей архитектуры дизайна октябрьская площадь спортивный корпус динамо здание с областной администрации здесь же уличные художники для работы молодежь катается на роликах отдыхают студенты фотографируются молодожены на мосту скованными перилами они закрепляют замки символические свою прочную любовь символизируют именно здесь происходит самое интересное свадебные церемонии выпускные вечера фестивали сезонные ярмарки городские праздники народные гуляния на другой стороне плотины скейтбаристы и роли роллеры удивляют руками которые проделывают на каменных лестницах место прекрасное днем но вечером она завораживает своей красотой здесь можно увидеть шоу музыкальных фонтанов достопримечательностей много и площадь 1905 года пассаж же улица вайнеров красивые места которые мы охватили и в основном рассказали больше больше популярности это городской пруд плотинка также набережная города пассаж я как говорил улица вайнера ну еще такие значимые достопримечательностей как высоцкий смотровая площадка есть еще trc торговый комплекс гринвич вернул можно посетить тоже отдаленно маленько чуть-чуть в черте города ну и много много таких значимых достопримечательностей города городу 300 лет было в августе отмечали с размахом по всей россии были такие торжества очень такие превосходные ну будем на этом заканчивать свой выпуск про четвертый город столица урала город екатеринбург желаем всем счастья удачи здоровья терпения подписывайтесь на канал будьте с канала впереди будет много еще интересных сюжетов экскурсий приключений оставайтесь с нами желаем всем счастья удачи до свидания до новых встреч друзья пока пока